МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире программа «Жди меня». В нашей программе мы часто затрагиваем довольно щепетильные темы. Тайное усыновление, супружеская вражда, ущемление прав детей. И во всех случаях мы руководствуемся двумя главными принципами. Не навредить и постараться помочь. Итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я всегда восхищался людьми, которые усыновляют детей. Но снова и снова в этой программе нам приходится напоминать о том, что усыновление – серьезный шаг, которому нужно подходить со всей ответственностью. Ответственностью за жизнь маленького человека, который станет вам родным. Хочу познакомить вас с Аленой Маденко. Ее удочерили в раннем детстве, но все же выросла она в интернате. Впрочем, Алена сейчас сама нам все расскажет. Алена, проходи к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Алена. Проходи, привет. Меня зовут Алена. Я разыскиваю свою биологическую маму. И если есть братья или сестры. Аленушка, я правильно понял, что ты выросла в приемной семье? Да. Или все-таки в интернете? А там и 50 на 50. Так бывает? Ну, жизнь бывает такая, что бывает и так. Ну, расскажи, расскажи. Меня удочерили, ну, мама забрала меня в приемной с дома ребенка в городе Барнауле. А мне было уже два с половиной где-то года. И я с ней жила, с ней и с отчимом. Вот. И ближе к восьми годам ей пришлось меня отдать в детский дом. А что, значит, пришлось? Ну, органы опеки ее лишили материнства. Ах, вот как. Да. Ну, там и я поспособствовала в какой-то степени. И родственники, и муж, и бабушка там настаивали. То есть она не наша, отдай. Вот так. Получается, в этот момент ты узнала, что ты приемная? Или как это случилось? Нет. Вот в восемь лет, когда я уже была в детском доме, я сначала находилась в Кулунде, в Кулундинском детском доме. Потом оттуда меня перевезли в другой детский дом, там расселили, в город Горняк. Вот. И в Горняке в 12 лет от воспитателя я узнала. Она смотрела наши личные дела. Я подошла и спросила, что вы делаете? Она говорит, ну, вот я смотрю твои личные данные. Ты не Колбасова Алена, а ты Гармаш Алена Дмитриевна. Вот так я и узнала. Потом через какое-то время буквально приехала моя мама. То есть мы с ней поддерживали связь все это время. Она ко мне приехала, и я ей сказала, я говорю, мам, как так, объясни мне. То есть она мне рассказала, что да, она меня удочерила, она ничего не скрывала. Она говорит, потом подрастешь, ты меня поймешь, и, ну, может быть, захочешь кого-то найти. Вот. Прошло много лет, я решила найти кого-нибудь. Ну, из чего ты начала поиски? Я зашла на сайт. Я всю программу эту, то есть, чаще смотрела. То есть мне было всегда интересно. Я не знала сначала, как написать. То ли просто письмо, вот. А потом зашла на сайт и поискала, ищет ли меня кто-то. Но я поняла, что по фамилии моей, именно по Гармаш, никто меня не ищет. Ну, я сама просто текстом так просто написала, как оно есть. Хотя у меня мало данных, то есть нет никаких дат. И все вот, как думала, то и написала. А скажи, пожалуйста, что тебе о себе известно, и вот что за бумага у тебя в руках покажи? Вот эта бумажка, это выписка из истории. Из дома ребенка. Вот она у мамы моей, ей ее выдали, когда она меня в доме малютки забирала. Ага. Что там за данные? Выписка из истории. Гармаш, Алена. Я знаю, что я Дмитриевна. То есть здесь не написано. Родилась 21 мая 87-го года. То есть я знаю, что у меня вес при рождении 1,8 кг, сидит с 7 месяцев, стоит с 11, ходит с 1 года 3 месяцев. И то есть тут данные, диагнозы, которые у меня были. Алена, скажи, пожалуйста, какие-то данные о биологической матери известно тебе? Ну, имя. Только имя. Ее зовут Гармаш Ольга Михайловна. Больше ничего. Нету ни даты. Может быть, ты знаешь, вот твоей биологической матери, может быть, были еще дети? Да, вот моей приемной мамы были сведения ей. Сотрудницы, когда она меня забирала, сказали, что у моей биологической матери, возможно, есть ребенок до меня. То есть мальчик. И почему-то еще говорили, что после меня. То есть я ни туда, ни сюда. Ты знаешь, в чем дело? У нас на сайте есть одна заявка. Мы пока не уверены, но, возможно, она имеет к тебе отношение. Поэтому я тебя попросить хочу пока пересесть в зрительный зал и оттуда понаблюдать за происходящим. Хорошо. Да? Пойдем, я тебя провожу. Паш, мы тебя позовем. Когда придет время, сюда, вот во второй ряд. Поднимайся. Часто говорят о безусловной любви родителей к своему ребенку. И гораздо реже о том, что бывает и наоборот. Безусловную любовь ребенка к родителю. Даже если бы он никогда не видел. Иначе некоторые поиски было бы просто очень сложно объяснить. Тимур, выходи к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, привет. Привет. Присаживайся. Тимур, скажи, пожалуйста, кого ты ищешь? Маму биологическую. Возможно, есть братья, сестры. Может, с маминой стороны есть ее братья, сестры, ну, дяди, тети мои. Как маму зовут? Гармаш Ольга Михайловна. По рассказу отца она вроде как 1962 года рождения. А папу как зовут? Каримов Юлдаш Абдулаевич. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о родителях? Как они познакомились? По рассказу отца он возвращался с армии. Познакомился там в городе Барнаул. Начали вместе жить. Ну, они поехали в Узбекистан. Начали жить через какое-то время там. Папа был из Узбекистана? Да, папа из Узбекистана. Приехали. Вроде как они даже не расписывались. Родился у них я. Отец работал. Мать была дома. Были измены там, все такое. Отец прощал ради меня, чтобы как бы не разлучать, ну, семью не рушить. Потом вышло так, что отец, ну, на работе работал, почувствовал, что его что-то тянет домой. И отпросился пораньше, пришел домой и застал, что дома была чужая женщина, матери не было, у нее на руках был я. Она вроде как была учительницей, что ли, немецкого языка. Ну, отец обратился к ней, почему, типа, ребенок мой у вас на руках, где моя жена? Она сказала, что якобы мать моя сказала, что отец якобы согласен на это все. Но на данный момент... Подожди, 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 на что согласен? Она сказала, что у меня есть сын, он с женой как бы живет, а детей нету, мы хотели его, ну, меня якобы купить. На тот момент там все в купонах было. За один миллион купон... Подожди, значит, мама пыталась тебя продать? Хотела продать, пока отец был на работе. Хотела меня продать. Куда-то уходила на время. Отец пришел пораньше. Она этого не знала, не думала, не догадывалась. Ну, и он говорит, давайте сыграем такую, будто бы я как бы ничего не знал. Ну, как будто вы мне ничего не говорили. Сейчас придет она и с ней поговорим. Пришла она, и она начала играть абсолютно другую роль. Забрала у нее с рук меня. И начала говорить, ой, спасибо, что вы посидели с ним. Я вот сходила до магазина там, и что-то как бы... Ну, и отец начал говорить, а что ты меня-то в известность поставила? Может, я и согласен был бы. Что-то, ну, миллион-то мало. Миллион тебе, миллион мне, может, подороже продадим? Что, мы же ребенка родили, чтобы продать его? Ну, и тут отец сорвался. За нож схватился, что? Она выбежала на улицу, начал людей просить о помощи, убивают там. И участковый жил неподалеку. Ну, отца как бы задержал, выхватил нож у него. Получилось как бы покушение. Она же все не будет говорить. Думала, что как бы утаит это все. И вот начался судебный процесс. Отца думали, что посадить его за то, что он там жену по улице с ножом гоняет. И отец-то всю историю рассказал. И получается, что начали на нее дело заводить. И дело дошло так, что, оказывается, до меня она еще бросила детей. Отец этого не знал. Он был в недоумении, как бы он не мог даже предположить, что она могла пойти на такое, что якобы по словам отца троих что ли бросила еще. Бросила? Да, бросила. Или продала? Ну, я не знаю вот этого точно. Я иногда даже подумал, что, возможно, отец, ну, со зла на нее вот это сказал. Потому что, ну, я же в дело не буду лезть, я не буду архивы поднимать. Откуда я знаю? Может, специально, чтобы я ее не искал, может, это придумал. Но дело в том, что она продать хотела. Вот это вот, в это я верю. Ну, как бы, типа, отец прямо это все рассказывал как бы вправду. Ну, и получилось так, что не знали, как с ней поступить. Она, получается, гражданка России. Ее депортировали на пожизненно с Узбекистана. И с того момента, где она, никто, ну, я, допустим, не знаю. А вы остались с папой? Да, я остался с папой. Какой-то момент был с папой. Потом что-то меня в дом малюток забрали. Отец женился на другой. У нее был тоже ребенок. И получается так, что отец рассказал эту историю. Мать, вот, которая меня воспитала, сказала, сходи, ну, в дом малюток и забери ребенка. Почему ребенок должен быть без родителей? У любого ребенка должна быть мама. Я постараюсь заменить ее. И вот отец пришел и забрал меня. Мне было три года и... Ну, шесть месяцев или семь месяцев где-то вот так вот. И ты помнишь это? Да, я помню это моменты, когда отец приходил. Я даже отец как-то раз в 14 или в 15 меня спросил. Ты знаешь, что эта мама твоя, ну, не родная тебе? Ну, что я даже не удивляюсь, сказал, ну, да, знаю. Отец, конечно, удивился, типа, кто тебе рассказывал. Может, тебя мать обижала, может, тебе кто-то из родственников обижал, сказал что... Я говорю, нет, так ты же сам приходил и забрал меня. Отец говорит, ну, может, ты подслушал разговор мой или с кем-то? Я говорю, нет. А ты просто помнил? Да, я помню это. Скажи, какие отношения у тебя сложились с мачехой? Очень хорошие, очень... Ну, не было такого, чтобы мать не обижала или еще что-то. Ну, и маму называют. Да, конечно, мама, да, да. Как не мама? Я даже... Отец нес меня когда, вот, из дома люток. Он сразу и сказал, тебя дома мама ждет. Я говорю, у меня есть мама. Он говорит, да, у тебя есть мама. Сейчас она нас встретит. Он меня на шею посадил, нес. И я увидел маму вдалеке. Начал уже, ну, кричать, чтобы он меня спустил. Я к маме хочу. Ну, побежал, обнял маму. Я даже и не... Ну, подумал, что настоящая мама. Все, вот моя мама. Просто какое-то время я был без мамы. Давай тогда я тебя спрошу еще раз. Так кого ты ищешь? Биологическую мать. Зачем? Ну, не знаю. Ну, ты сказал, что у нее были еще дети. Да, как отец вот рассказывал. Возможно, они где-то есть. А их не думал искать? А я же не знаю, как их зовут. Не знаю, как обратиться. Где их искать? Ни имен, ни фамилии, ни даты, вообще ничего. Мне было год и месяц. Как я могу что-то помнить или знать? И во время суда, возможно, если и говорили имена этих детей, или еще что-то, я тоже, ну, как бы... Отец не будет же это все запоминать. Ну, а в каком городе, например, мама могла их оставить? Тоже вот неизвестно. Откуда была мама? Мама с Барнаула. Тимур, дело в том, что к нам обратилась одна женщина, которая в 1989 году удочерила в Барнауле девочку. И мы не исключаем, что ее история может иметь к тебе отношение, отношение к твоим поискам. Давай посмотрим сюжет. Давайте. У меня своих детей не было. У меня был выкидыш. И я после этого выкидыша решила взять девочку. Мама была не против. А с мужем я была в разводе. Ну, я поехала в Барнаул, дом ребенка. И там выбирать не надо было. Там одна девочка была, а я хотела девочку. Мне ее вынесли в красивом платье. На лысой голове бантик. Я с ней ходила гулять на улицу. Но мне надо было ехать назад. Я ей сказала, Алена, я за тобой приеду. Оформила документы и приехала на следующий раз. Уже за ней. Ну, мне сказали, что можно изменить дату рождения, чтобы мама вдруг, мама будет ее родная искать. Ну, чтоб не нашла. Она с 21 мая, я ее поменяла на 21 июня. А отчество, она стала Александровна, была Дмитриевна. Здоровье было у нее не очень. Часто болела. Сидела с ней на больничном. А потом сдала ее в садик. Почему-то в садике заметили, что у нее одна нога короче другой. Она прихрамывала. Я ее возила к бабке. Выправлять ногу выпрямили. Сейчас ноги прямые. Я ее холила, я ее лелеяла, я ее любила. Пока я с деревни не уехала к маме в Благовещенку. Но там начались проблемы. Мама все моя. Верни, верни ее. Верни, верни. Я тогда замуж выходила. И он тоже. Верни, верни. Они мне так голову задурили, что я вернула. Я поняла, что я наделала, когда я ее пошла на следующий день, на утро, будить в школу. Как будто я ее и не отдавала. Я тогда бегала, ходила, спрашивала, все просила, отдайте мне ее назад. Мне ее не отдали. Я к ней ездила в интернат. Возила подарки. Короче, я надеялась, что она все-таки будет у меня жить. Ну, Алена там оставалась до 16 лет, а окончание 9 классов. Потом приехала сюда и стала учиться в СПТУ на продавца. Супруг раскаялся и долго завоевывал у Алены доверие, чтобы она его простила. Она его простить не могла. Ну, все-таки простила. Папой называла. Ну, сейчас у нас отношения хорошие с Аленой. Я для нее мама. Она для меня дочка. И все внуки три. Все мои любимые внуки. Вот выписка из дома ребенка. Уже больше 30 лет храню. Ну, а как? Тут все ее данные, все-все-все написано. Я ей сама говорила, ты бы нашла братьев. Все-таки братья родные. Ну, а маму как хочет. Хочет ищет, хочет нет. Когда я забирала Алену с дома ребенка, мне рассказали, что она гармаш Ольга Михайловна, и что у нее есть дети и до Алены, и после Алены. Дети были. Ну, вот, я ей советовала, найди хотя бы братьев. Потому что жизнь, она длинная, а у нее, кроме меня, родственников нет. А я-то не верю. Тимур, как думаешь, может быть, Алена, которую удочерил Татьяна Григорьевна, твоей сестрой? Да. Барнаул, имя матери. Это, ну, совпадение серьезное. Это не просто даже совпадение. И у меня тоже есть такая же практически выписка, свидетельство о рождении, где указан отец, указана мать, отчего я и запомнил. Тимур, ну, Алена тоже хочет найти свою маму. Ну... И Алена написала нам. Да. И знаешь что? Прямо сейчас она находится в этом зрительном зале. Пойдем? Поищем? Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, посмотри внимательно. Ну, может быть, наверху, справа, может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, не знаю. Совсем не знаешь? Ну, а как мне узнать? Так говорите, я совсем не знаю. Вчера мы же видели. Фотографий сколько было сейчас в сюжете, нет? Ну, там Аленка маленькая. Мне кажется, вы похожи. Алена. Ну вот. Спасибо. Спасибо большое. Помогли найти. Вы не сомневаетесь, что вы брат и сестра? Нет. После того, как там имя, фамилия, отчество, и все совпадает. И Барнаул, и детский дом, и то, что она так легко отказывалась от детей. Даже нет никаких сомнений. Ну что, тогда мы не будем открывать конверт? Нет, будем. А что, обязательно? Ты мне как-то все равно. Нет, мы похожи, у нас носы, глаза голубые. Угу. Ну, бабуля, собственно, небесная рассказывала, что я лицом вылитый мать. Ну, как бы прям похож на нее. Но характер у меня отца. Вот. Ну, откроем? Да, откроем, конечно. Я даже догадываюсь, какой результат. Ну, чего догадываться-то? Я уж точно не знаю. Ну, чего догадываться-то вообще? Чего догадываться-то? 99,9. Ну? Чего-то догадываться стоять-то. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Угу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Я хочу вернуться к этому важному вопросу. АПЛОДИСМЕНТЫ Если кто-то тоже ищет, если есть у кого-то в метриках это фамилия, имя, отчество этой женщины, и совпадает все так, обратитесь на эту передачу. Дай Бог, может, свидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, если вам что-нибудь известно об Ольге Михайловне Гармаш, предположительно 1962 года рождения, проживавшей в Барнауле, пожалуйста, свяжитесь с нами. Ее ищут сын и дочь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы за вас очень-очень рады. Берегите друг друга. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю вас. Еще раз отпускаем. Спасибо. Спасибо. Берегите себя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты когда начал говорить, что про насчет продажи, когда тебя хотели падать, я вспомнила, когда у меня бабушка-мама на работе всегда была. И, то есть, надо было меня в поликлинику водить, вот, и бабушка меня повела в поликлинику. Кто-то у бабули спрашивает в поликлинике, ой, говорит, а это Олина, что ли? Она такая, да. А она и говорит, бегом меняйте ей, говорит, фамилию, все данные, потому что, говорит, вероятность того, что она, говорит, еще, говорит, может вас найти, разыскать, будут с вас деньги требовать. Когда ты начал говорить за вот это, меня прям как током пронесло, думаю, нефига себе, значит, ну, не только тебя еще, и до меня дошло бы это все. То есть, если бы нашла, значит, это спекулирование какое-то с детьми. Ничего я не знаю, что это такое. Так если еще до меня был. До тебя тоже типа был. До меня ребенок был, то есть я маленькая, до меня еще брат был. Отцу как бы сказали, что якобы троих еще до меня бросил. Я боюсь представить, что она там еще натворила. Угу. Дети, прощающие путь от дома малютки до интерната, никогда не знавшие материнской любви и ласки, часто мечту найти маму проносят через всю жизнь. Сейчас я познакомлю вас с человеком, который, веря на этой мечте, уже 61 год и не собирается сдаваться. Михаил Николаевич, проходите, пожалуйста, к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Расскажите нам немножко о себе. Откуда вы приехали? Есть ли у вас дети, внуки? Я приехал из города Медени, Калужской области. Семья у меня состоит из трех человек. Я, жена и дочка, 31 год ей сейчас. Я приехал из-за того, что разыскиваю просто своих родителей. Мать, отца. Я вырос без отца, без родителей. Один я вырос. Вы выросли в детском доме? В детском доме, да. Расскажите с самого начала все, что вы о себе знаете, помните. Ну, воспитывался я в Боровском детском доме и там же жил. А как вы попали в детский дом? В детский дом попал я сам толком не знаю. Как-то мне привезли. Сколько вам было лет? Ну, мне тогда лет пять или шесть было. После Боровского детского дома, когда мне уже исполнилось шесть-семь лет, отправили в интернат. Школа-интернат. Это Жуковский район. И учился я там. Что помните из детского дома, из интерната? Как бы трудное детство было. Ну, я преодолевал помаленьку сам. Тебе надо продолжать жить. Но никогда не ждали, что, может быть, кто-то придет к вам, приедет? Не было таких последствий? В интернате, когда я жил, учился, конечно, завидовал, что детей забирают родители, а меня никто не забирает, ко мне никто не приезжает. Никаких гостинцев, ничего не привозят. Правда, ребята угощали там свои, как бы, вот. Обидно, конечно, было. Я знаю, что вы нам прислали фотографию. Я знаю, что это ваша единственная детская фотография. Да, мои есть фотографии. Давайте посмотрим ее. Так, ну, расскажите. Только я не знаю, где я там нахожусь. Я себя не узнаю тоже. Мальчишки все как будто братья-близнецы. Да, похоже, да. Вы точно есть на этой фотографии? Есть, да. Воспитатель говорил, это ваша группа. Вот мы как раз уборкой занимаемся. Мы часто убирались. И нас корреспондент, откуда он взялся, снял эти фотографии. Вот. А где я нахожусь? Я себя там не узнаю. Не буду. Да, конечно, к сожалению, у воспитанников детских домов совсем мало фотографий. Иногда их вовсе не бывает. Ну, расскажите, что вам известно о биологических родителях? О маме, имя, фамилию. Может быть, знаете, помните, где она жила? Когда я кончил школу, интернат, мне отдали методики и свидетельство о рождении. И я впервые... Вы же нам присылали свидетельство о рождении. И впервые это, прочитал, что я родился в городе Москве, с Дзержинского района, тем более. Мать Кругликова, Лидия Федоровна, написано. А отца прочер. Ну, вот вы никогда не видели маму? Нет, конечно, интересно. Вы взрослый человек. У вас взрослая дочь. Если бы вы увидели маму, что бы ей сказали? Я не знаю. Я просто бы увидеть своим глазами. Может, и родственники есть. Или братья, сестры. Должны же кто-то быть. Конечно, хотел бы увидеть. Все-таки 61 год мне. Конечно. Ну что же, мы будем очень надеяться на отклики. Может быть, кто-то из ваших родственников, услышав сейчас имя вашей мамы, свяжется с нашими редакторами. Такое часто бывает после того, как выходит наша программа. Не теряйте никогда надежду. Ну, я надеюсь тоже, конечно, увидеть. Хотя бы с родственниками встретиться. И мы будем надеяться и очень-очень ждать воткликов. Вот это вот я хочу. Хочу напомнить вам одну резонансную историю, которая уже звучала в нашей программе. К нам приходила Любовь Канафина со своим сыном Мишей. Вот уже много лет они ищут Мишина, его брата-близнеца. Дети родились недоношенными, так как они двойняшки. Родились они семимесячными. Ну, их, конечно, сразу начали лечить. И первые две недели вот отец детей вел себя хорошо. Он говорил, что все нормально, что он будет их воспитывать, он переживал. Но потом, через две недели сказали, что у первого мальчика, вот этот вот первый мальчик, у него там повреждение белого вещества вокруг желудочков. И наш вот папа в интернете посмотрел, что это означает диагноз ДЦП. И сразу резко переменился. Он сказал, мне такой ребенок не нужен. Потом он мне говорил, давай Мишу оставим с бабушкой. Бабушке будем платить деньги, а сами будем втроем с Пашей жить. Ну, я на это не согласилась, так как я хотела внимание уделять Мише. И потом я надеялась, что, может быть, он полюбит Мишу со временем. Вот они. Это сколько малышам здесь? Здесь им, ну, где-то месяцев шесть. Угу. Семь. Ну, годика точно нет. А это кто? Это бабушка со стороны отца детей. Ага. Она смотрит на Мишу. Ага. Слева Паша. Ага, это уже взрослее мальчишки. Здесь им где-то чуть больше двух годиков. Ну, вот у Миши глазик заклеенный. Вот он не может встать на четвереньки, а Паша вот ходит уже. Они одинаковые, вот это видно. Это папа, я так понимаю, да? Ну, да, это вот папа детей с Пашей. Как его зовут? Его зовут Антон Канафин. Антон Михайлович. Ну, он сказал, что не хочет, чтобы дети воспитывались вместе. И когда детям было два годика восемь месяцев, он одного ребенка взял погулять на улицу и увез. Вот он Пашу увез в феврале, и где-то через четыре часа он мне позвонил по телефону, сказал, я Пашу увез в Чехию на два месяца на курорт. Но я все равно пошла в милицию. Инспектор по делам несовершеннолетних стала звонить его родственникам и стала разговаривать с Канафиной Валентиной Сергеевной, с матерью Антона, с бабушкой, со стороны отца. И эта бабушка по телефону сказала инспектору по делам несовершеннолетних, Пашу увезли навсегда. Маме никто Пашу не отдаст. Его увезли. Но после этого в милиции мне сказали, что вам придется развестись и определить место жительства детей. Тогда мы будем искать Пашу. А пока мы не можем его искать, так как... Я знаю, что вы нам прислали документы. Давайте посмотрим. Так, это свидетельство о расторжении брака. Вы развелись, получается, правильно, официально? Да, мне пришлось развести. Развестись официально. Дальше. Это... А, это решение, да? Лишить Канафина Антона Михайловича. Это пришлось его лишать родительских прав. А, в отношении Миши и Паши. Обоих детей. Он лишен родительских прав. Да, он лишен. На обоих детей. Угу. То есть, по сути дела, Паша с ним находится незаконно. Да, получается, что по закону он как бы чужой ему человек. Ну, а как так получается тогда, что ребенок находится с ним? Ну, правоохранительные органы все эти годы ищут Пашу. Миш, а мне вот есть такая информация, мне рассказали про тебя, что ты у нас серьезный математик, что ты решаешь какие-то очень сложные задачи. Да, это правда. На планшете у меня там сложные примеры. Ничего себе. Я вот математикой вообще ничего не понимаю. Молодчина. Я ничего не понимаю в математике вообще. Молодец. Молодец. Вообще-то он больше музыку любит. Да. А какую музыку любит, Миша? Советскую и классическую. Ты знаешь советскую музыку? Вот это да. Ничего себе. Это же еще совсем молодой человек. А знаешь советскую музыку. Интересно. Здорово, здорово. Да. Я хочу, чтобы Паша приехал. Паша, я хочу, чтобы ты приехал. Что вы будете вместе делать? Какие любимые записи у тебя? Ну, я покажу вам все песни. И свои любимые Филипы, да? И котика будете вместе дрессировать. Ну что ты, котенок, не плачь. Не расстраивайся. Все будет хорошо, Мишенька. Все будет хорошо. Я хочу обратиться к вашему бывшему мужу, к его родным. Вы знаете, к нам на программу приходят сотни и тысячи заявок от людей, чьи матери безбожно пили, вели асоциальный образ жизни, избавлялись от собственных детей самыми жестокими способами. И каждый раз мы спрашиваем, почему вы ищете этого человека? И каждый раз получаем один и тот же абсолютно исчерпывающий ответ, потому что это моя мама. Смотрите на любовь. Она прекрасная мама. Она растит замечательного сына. Ей очень трудно, но она справляется. Она своими действиями, своей любовью, своей жизнью доказывает то, что она прекрасная мать. И Паша наверняка по ней скучает. И она очень-очень ему нужна. Смотрите на Мишу. Замечательный парень, который ищет брата, которому нужно братское тепло. Близнецов нельзя разлучать. Это известно даже детям. Я очень вас прошу, откликнитесь, откликнитесь. Мы получили много откликов. Не от отца Миши и Паши, к сожалению, а просто от неравнодушных людей, которых тронула эта история и которые хотели бы поддержать Любу. Кроме того, нашим редакторам все-таки удалось связаться по телефону с матерью Антона Канафина, бабушкой Паши и Миши. Честно говоря, разговор получился не из приятных. Но все-таки я предлагаю послушать его фрагмент. Работаю редактором программы «Жди меня». Да. Вы знаете, к нам на программу обратилась ваша бывшая невестка с просьбой найти ее ребенка. Вы в курсе, да, наверное, этой истории? Да, естественно. Подскажите, а с Антоном как мы можем связаться? Никак. Он ни с кем не свяжется. Я знаю своего сына. Он загнан в угол. Он не может работать. Он находится под уголовным розыском. То есть работу он найти себе официально не может. Он очень хороший специалист, айтишник. Но, 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 но. Работать он не может. Тем более, что назаревают разные другие какие-то проблемы во всех этих областях, где он живет. Что сейчас туда добраться. Ну, это можно, конечно. Нет, ну я добраться, ладно, добраться. Понимаете, вы сами сказали об этом. У вашего сына он действительно находится в розыске. Сейчас это не может продолжаться до бесконечности. Естественно, не может. Когда-то, я думаю, Паша вырастет и сделает выбор. Ребенок живет нормально. Живет в нормальных условиях. Если сейчас избави Бог из тех условий, которые он сейчас имеет, его вернуть в те условия, которые имеет его мать, это будет стресс. Я говорю, тебе зачем, Паша, нужен? Для того, чтобы Миша развивался. Ну, когда будет развиваться один ребенок, второй будет опускаться. Когда один ребенок видит, что любит ребенка за то, что он больной, второй ребенок обязательно начнет болеть. Мама, посмотри, я тоже болею. Люби меня так же, как Мишу. Ну, младший брат, я думаю, что он и сам хотел бы со своим братом познакомиться. Да ни в коем разе. Ему никак невозможно даже показать эти картинки. Он их не желает смотреть. И не желает на него любоваться. И не желает они о нем ничего знать. Можете такое читать? Ах, Сю-сю-сю, Сю-му-сю-сю. Да нет там никаких ни Сю-сю, ни Му-сю-сю. Это растет мужик. Паша, ну, он хороший парнишка. Он, ну, нормальный. И слава тебе, Господи, что их разбили. Я сказала, Паша, ты родился счастливым. Потому что, во-первых, ты остался живой. Во-вторых, что ты без ДЦП. И, в-третьих, самое главное, что от тебя забрал отец. Что очень редкий случай. Согласитесь. Очень редкий случай, чтобы забрал отец одного из ребенка и воспитывал по полной мере. Пусть радуется тому, что сейчас есть. Чтобы не было хуже. Чтобы она не рыдала. Чтобы не было... Если, избави Бог, Паша остается у ней, это Паша поплывет. Но, понимаете, как бы наша в этом смысле позиция. Она имеет право на общение со своим... Ради Бога, пусть она это имеет. Пусть это право для меня остается. Точно так же, как Миша имеет право на общение со своим отцом. Ой, нужен он мне, мой отец. Ему кроме памперсов ничего не надо. Уж извините. Какая вот я фашистка. Это какая-то феноменальная жестокость, которую я сейчас услышала. Это просто, ну... У меня ни в голове, ни в сердце никак не укладывается. Если ребенок воспитывается в таком ключе... То, кто же вырастет из этого ребенка. Ну, страшно за этого ребенка. Страшно за этого ребенка. И все, чему учат человеческие принципы, христианские какие-то, или в любом, так сказать, направлении, в любой вере, ты возлюбиваешься своего там, сострадание какое-то. А тут же все наоборот получается. Это как вообще? И это говорит бабушка, получается? Ужас. Я не понимаю, я не понимаю, простите. Я даже не знаю, как это комментировать, и что говорить дальше вообще в этой ситуации. Наверное, Паша даже и не знает о том, что брат и мама его так отчаянно ищут. А если знает и действительно воспитывает так, то мне жаль, действительно жаль. Знаешь, вот она говорит, что если больного ребенка, ну, нездорового ребенка рядом, то и второй начинает болеть, это глупость. Да глупость, конечно. Болеть он будет, потому что с ним рядом брата не будет. Конечно, он будет страдать от этого. Конечно. Сам не понимает, чего он страдает. Конечно, конечно. Вот от этого он будет болеть. Но самое главное, что мы вынесли из этого разговора, ни Валентина Сергеевна, ни ее сын не заинтересованы в том, чтобы разрешить этот семейный конфликт как-то мирно. Поэтому у нас не осталось другого выбора, кроме как переходить в юридическую плоскость. Посмотрите. Двенадцать лет не могли найти ребенка, а тут вышла программа, и ребенка нашли через несколько месяцев. Я думаю, что помогла огласка прежде всего. Я была на приеме у заместителя начальника Следственного комитета Москвы у Ярыша и рассказала ему, что я обратилась в программу. На него это произвело большое впечатление. И он сказал мне, что в течение двух недель вашего ребенка найдут. Была я на приеме у него 16 мая, а Пашу нашли 19 мая. Утром вам позвонила пристав из Измайлова и сказала, что ваш ребенок нашелся. А жил он все это время, оказывается, в Минске. Я приехала в Следственный комитет, зашла в кабинет и увидела ребенка. Он сидел за столом напротив. Смотрел он на меня таким слегка тревожным взглядом, боязливым. Я сразу увидела, что у него щечки немножко более пухлые, чем у Миши. И глазки немножко были отекшие. Ну, наверное, он плакал. И вот эта челка скрывала его брови, и поэтому глаза казались меньше по размеру. Но я, конечно, сразу же поняла, что это он. Я потом где-то через полчаса попыталась его взять за руку. Он выдернул у меня руку. Следователь спросил у него, хочешь ли ты жить с мамой. Он сказал, я не хочу. Ничего хорошего меня там не ждет. Ребенок, конечно же, запуган. Он зазомбирован. Выглядит как подросток из какой-то вот тоталитарной секты. На вопросы следователя и опеки, и психолога он отвечал одно и то же. Нет, я не хочу поехать к маме в квартиру, в Слеблова. Ну, что там меня ждет в этой квартире? А глазки у него все время вниз опущены. Вот так вот. Постоянно глазки вниз. Какое образование я там могу получить? Я живу у папы с двух лет. В Минске живу. Последние два года не учусь в школе. С мамой я никогда не виделся. Я маму не помню. Мама воспитывает больного брата. То есть, типа, мама занята. Надо понимать, что так. Занята мама, не может его воспитывать. Но я не ожидала, что свекровь будет находиться там, рядом с ним, в кабинете. Она его постоянно называла сыночка. Вот так вот постоянно хватала его, обнимала. Шептала ему что-то на ухо. И просто говорила. Поправляла все время его одежду. Никто буквально не мог оторвать ее от ребенка. Паша под диктовку своей вот этой вот бабушки написал заявление, что он не хочет в квартиру к нам. И тогда мне сказали, что можно ему поехать в реабилитационный центр, где он потихонечку под присмотром психологов успокоится немножко. И тогда мы сможем его забрать. Я к нему могу ездить каждый день, посещать его. Он уже перестал от меня шарахаться. Уже разрешил ему челочку зачесать на бок. Вот, поиграли мы с ним немножко в игру. Миша пока еще не встречался с Пашей, потому что Паша всего три дня там находится. Рано еще пока им встречаться. Ему все это очень сложно. Ему надо к этому еще только привыкнуть. Мне выдали заключение, в котором говорится, что ребенок находится в состоянии стресса. Там написано, что у ребенка явно психологическая травма. Ну, во-первых, она сейчас наступила. Но, судя по всему, с отцом тоже не так уж хорошо ему было жить. По крайней мере, его эмоциональной жизнью отец совершенно не занимался. Я так поняла, что он просто учил его. Просто учил. Я не думала, что он с ним беседовал о чувствах. И, конечно, Паше не хватало душевного тепла все эти годы. Я буду стараться изо всех сил восполнить вот это вот все душевное тепло, которое ему было не додано. Также и у Паши есть совершенно замечательная бабушка и прекрасный дедушка, который преподает физику в школе. Ну, а в дальнейшем я не буду препятствовать. Пусть общается со своим отцом. Вот, потому что наша семья детей не крадет и не запрещает детям общаться с родственниками. Когда мы с Пашей увидимся? Приблизительно через месяц, котенок. Наверное, вот психологи скажут, что он уже готов к нам поехать. И он сам тоже скажет. Да. Надоест ему в этом центре-то. Принвезем его домой. Я его жду. Вот жду я его очень сильно. Котенок, все у нас будет хорошо. Да. Иди. 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 Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ